В Ульяновской области активно работает региональное отделение Всероссийского фонда «Защитники Отечества». На его базе общественники, депутаты и члены правительства регулярно проводят встречи с бойцами и ветеранами СВО и членами их семей. На этот раз вместе с Александром Луконином обсудили меры поддержки, увековечивание памяти героев и патриотическое воспитание молодежи. Потому что они являются примером тех героев, на которых нынешним детям нужно ровняться. А не на этих человеков-пауков, выдуманных персонажей, а именно на тех ребят, которые ходили по этим же тропинкам, по этим же коридорам школьным, учились у этих же педагогов. И важно собрать вот эти воспоминания для того, чтобы каждый из детей смог пропустить это через себя и задать себе главный вопрос. А смог бы я? На встрече обсудили меры поддержки, оказываемые самим фондом. Учреждение оказывает помощь в получении полагающихся мер поддержки для ветеранов и участников СВО. За 8 месяцев работы через него прошли почти 3000 человек. Большинство обращений граждан уже решены. Стоит отметить, что представители филиала фонда находятся во всех муниципальных образованиях, что, несомненно, удобно для граждан. Вопросы, которые интересуют молодых людей, это членов семей, это льготы по коммунальным платежам, меры социальной поддержки, выплаты, связанные участием в специальной военной операции. Один из участников встречи, Сергей Ноздряков, вернулся из зоны СВО с ранением больше года назад. Молодой человек неоднократно обращался в фонд за помощью. Как отметил Сергей, вопросы решаются быстро и качественно. В фонд обращался с просьбой по земельному участку, по выделению земельного участка. Пришел в фонд, написал заявление. Мне помогли со сбором документов, то есть какие документы нужно собрать. Подсказали, рассказали, все. Направили в сопутствующие органы. Фонд «Защитники Отечества» работает с 9 до 18.00 по будням. Учреждение находится по адресу улица Кирова, дом 20. Кирилл Савосин, Александр Кудряшов, Управда ТВ.